приветствую всех зрителей с вами ингвар и сегодня видео из разряда как не стоит делать сейчас я закончил весьма интересную отрывную рыбалку отрывную буквально смысле и пришел к выводу что стоит записать это видео записать его даже не знаю наверное наверное для себя чтобы потом посмотреть его и хорошенько запомнить что не нужно делать и на чем нужно быть внимательней видео с этой рыбалки я либо уже выложил либо сейчас скоро выложу на сказку где-нибудь прикреплю а теперь перейду к тем вещам на которые в рокфишинге в рыбалке подобных скал рыбалки с рельефе каменных дом где много зацепов к тем вещам на которые нужно обращать внимание начну с того что сегодня с самого утра у была поклевка которая была благополучно упущена моей глупости самом начале рыбалки я стал перевязывать шок-лидер и поторопился вязал джи обрезал обжег кончик и пошел ловить начала поклевка я ее не воспринимаю всерьез потом чувствую что давление резко усиливается понимая что все серьезно в этот момент у меня проскакивает эпизод с тем как я вязал узел возникает вопрос обтянул я его или нет очень быстро понимаю что и узел я не активно так чувствую что резко напряжение пропало и понимая что приманка вместе шок лидером ушла гулять с моим трофеем а теперь более подробно о нюансах вязки и фрикционных узлов для шок лидера таких как fg и pr сейчас для примера свяжу узел fg и так основа узла fg готова осталось ее зафиксировать финальными петлями и при этом очень важно не забыть обтянуть сейчас шнур оплетает материал лидера достаточно плотно но тем не менее еще в этом плетении есть слабина теперь делаем фиксирующие петли их нам нужно примерно 8 штук первые четыре делаются поверх конца лидера ненужного и шнура рабочего сделав первые две петли начинаем обтягивать узел в этот момент шнур максимально плотно оплетает лидер и при этом в той слабине которая есть и которая уходит материал лидера немножко протягивается вперед то есть вот этот оставшийся конец он немножко заходит внутрь очень важно протянуть и убрать эту слабину потому что когда узел уже будет готов и ненужные концы будут обрезаны и материал лидера уползет внутрь с этого моментом узел может начать распитаться и соответственно при высокой нагрузке это будет потеря трофея первые две фиксирующие петли готовы остается закончить узел делаем еще две поверх конца лидера и поверх шнура еще раз даем нагрузку на узел и теперь финальные поверх шнура все узел практически готов остается только обрезать ненужные концы но перед этим вот как раз таки самое главное убедиться что все убедиться чтоб все полностью обтянуто что узел надежный держит нагрузку протягиваем убеждаемся и только после этого обрезаем ненужное обрезаем ненужный конец лидера и для надежности фиксации оставшийся не обрезанный кончик оплавляем зажигалкой чтобы на его месте была наплавленная головка вот все готово ну и теперь еще раз акцентирую внимание на том что если во время вязки узел забыли обтянуть не до обтянули и у материала лидера еще есть небольшая свобода и он проскользнет еще немножко внутрь плетения вот этой фиксирующей головки и и не хватит чтобы удержать он все равно проскользнет внутрь настолько насколько ему нужно до полной обтяжки если он проскользнет внутрь фиксирующих петель то эти петли начнут распределяться и в дальнейшем весь узел полностью поплывет поэтому очень важно предварительно его хорошо обтянуть и тогда можно будет не сомневаться в его надежности ссылки на то как вязать узел в g или узел pr и их сравнение я оставлю под видео следующее на что стоит обращать внимание это подбор материала шок-лидера относительно разрубной нагрузки относительно основного шнура речь идет именно о ручки шинги именно рыбалки в скалах ни о какой другой допустим как у меня происходило сегодня стоял шнур дуэл хорбор либо 32 либо 33 либра кстати нужно будет его потестить в качестве материала шок-лидера у пэмоловский флюрокарбон флюор шок-лидер на 25 фунтов разрубной нагрузки что получалось при такой комбинации получалось так что отрыв шок-лидера или шнура происходил 50-50 и по моему каждый а то и трижды сегодня я оторвал шнур непосредственно в районе плавки то есть зацеп выйти из зацепа не получается все наглухо обматываем шнур вокруг специального инструмента на коняк есть те инструменты под рукой я пользуюсь рукой в рукаве ну или рукой в перчатке но это не самый лучший способ потому что материал того же самого рукава или материал в перчатке может быть довольно таки существенным абразивом для плетеного шнура в принципе когда пользуешься плетеным шнуром стоит считать то что все что в руке у него происходит это все абразивно в общем при глухом зацепе шнур наматывается желательно на специальный инструмент который не будет его протирать бланк спиннинга выставляется в одну линию с потянутым шнуром в сторону зацепа и обмотав шнур непосредственно мы начинаем вытирать его рукой если в этой ситуации материал шок-лидера подобран хорошо то мы оборвем шок-лидер в моей ситуации материал шок-лидера был подобран так что 50 на 50 то и в общем счетом эти 50 на 50 я потерял метров 50 шнура это весьма серьезные потери свое оправдание могу добавить лишь то что мы привыкли пользоваться шнурами варивас варивас макси пауэр 2 п.е. в комбинации со шнуром варивас флюор карбон на 25 минута подал с 90 процентной вероятностью то что будет открываться именно шок-лидер удачный вариант потому что есть риск оторвать шнур но при этом и шок-лидер-то достаточно прочный для себя сделал однозначный вывод что материал лидера по крайней мере если ориентироваться по заявленным нагрузкам производителя ну то есть когда на пачке вот написано 32 пункта в общем ориентируясь на эти данные стоит брать материал лидера но примерно на 30 процентов слабее чем основной шнур это позволяет быть уверенным в том что при глухом зацепе приманки об камня что угодно будет порван не шнур а будет порван именно лидер именно лидер и скорее всего в районе приманки и это играет весьма большую роль так как рок-фишинги зацепы от камня встречаются довольно таки часто и если материал лидера чуть-чуть прочнее плюс-минус равен и рвется не всегда он то значит нужно брать послабше потому что если рвется шнур если ты есть риск порвать именно шнур а не шок-лидер это крайне негативный момент потому что порой он порвется и пусть еще к лидерам а может порваться посередине а может произойти разрыв прям в районе бланка понять и подобрать лучший вариант получится по сути только на практике только во время рыбалки пожалуй это все на что в данный момент времени я хотел обратить внимание нет добавлю еще один момент не оставляйте свою рыбу без просмотра у меня ее сперли чайки не все половину вот за этим за эти моменты тоже внимательно истерпу капустный суп но сука чайки все видео пора заканчивать у меня уже дико холодно наверняка голос нажить во время всей записи поэтому спасибо за просмотр и завершайте ошибки будьте внимательны подбор и подготовки своих свистей добавлю еще то что во время сегодняшней рыбалки были зацепы были отрывы были оборудованы все это безумное нескончаемое веселье всем не хвоста ни чешуи ставьте лайк подписывайтесь на канал всем помогать